Добрый день, друзья! Добрый день! И сегодня у нас очередной выпуск Кухни Инфодайвинга. И сегодня хотелось бы начать его с поздравлений. С поздравлений нашей милой прекрасной половине. Милые девочки, девушки, женщины, мамы, бабушки, мы поздравляем вас с наступающим днём 8 марта, с весной, с приходом счастья, с морем цветов, с морем тюльпанов, которые говорят о том, что всё, мир просыпается, весна пришла и будет счастье. И пусть всё самое лучшее произойдёт. Будьте счастливы! А мы сегодня будем разговаривать про всё то, что случилось с нами на предыдущей неделе. И предыдущая неделя у нас выдалась жаркой. Это у нас проходило сперва коллективное погружение «Назад в молодость», а потом проходил курс «Ресурс из тени». Ресурс из тени, да. Этот курс шёл с отработкой, мы работали со страхами, и мы действительно влезли в мир, который называют миром мёртвых. Мы нашли его место, где оно в психике и вне психики человека, по парадоксу, да, и там, и там. И разложили это всё на курсе, и более того, дали задание людям, как тренироваться. Потому что курс после того, как убираются страхи в большом количестве, а это можно сделать вот только через такие коллективные моменты, когда ты берёшь и разновидностей страхов много сразу закрываешь. Мы дали людям задание тренироваться. И очень интересный момент был, который мы сейчас наблюдаем. Человек начинает тренироваться, и у него возникают свои собственные страхи, новые. И страхи эти, они даже не связаны с самим страхом, они полностью связаны с работой эго-человека, с непринятием ответственности за свои действия, с одной стороны, а с другой стороны, с непринятием своей собственной уникальности. То есть страх в данном случае является тем механизмом, который отражает человеку, насколько он не хочет признать себя уникальным и в то же самое время создателем своей собственной жизни. И мы бы об этом сейчас не говорили на этом стриме, но зачастую вот наши учащиеся студенты, слушатели, те, кто занимаются, тренируются, и тут же возникает вопрос, а как же нам работать? Но мне же на самом деле страшно то, что я сам себе придумал этот страх, чтобы объяснить каким-то образом для себя свое нежелание действовать и принимать ответственность и проявлять что-то в проявленном мире, в материальном мире. У человека работает ум, тело сжимается, все внимание уходит в тело, и идет такая реакция, а что же мне делать дальше? Как это все происходит? И мы решили с Ириной сегодня поговорить именно на эту тему, потому что тема крайне сложная и комплексная, потому что она многоярусная такая, если брать психику, она происходит на всех уровнях одновременно. И вот эту елочку или матрешечку распаковать достаточно сложно. И как отголосок, вот для того, чтобы в эту тему глубже войти, я прочитаю вопрос с Ютуба, который был задан, и он как раз идет в эту тему, он очень показателен. Недостаточно осознать себя как часть целого. Есть еще во мне масса триггеров. Цеплять может за страх, вину, но также и за страсть, бурное, неконтролируемое чувство, которое неосознанно. Что будет, если за одну жизнь успеть все осознать? Все свои неосознанные сценарии. То почему мне нравятся такие-то люди? Или то, почему ситуации похожи? Или то, почему я выбираю какие-то профессии? И так далее. Если это все-все успеть осознать, то куда перетечет сознание? Закон физики о сохранении энергии тоже работает. Тогда куда перетекает сознание, если больше не нужно воплощаться, чтобы пересознавать свои косяки, кармы, ошибки? От этой мысли прям мурашки по телу бегают. То есть сама мысль уже причиняет страх. Уже страх, да. Все, человек, описав все то, что мы прочитали, он уже создал конечность. Все. Все закончено. Создал смерть. То есть он конечен. Ловушка. Ловушка. Но смотрите, это создал сам человек. То есть ловушку конечности создает сознание человека. Опираясь на что? На то, что идет увлечение работой эго, его хитросплетениями. Ты не сможешь осознать, не сможешь играть, и тогда ты умрешь. И наперед. Именно вот наперед он уже себе все прописал, закинул. Это знаете, как вот попадается книга интересная для чтения. Ты ее читаешь. Такая интересная книга. И потом узнаешь, что еще есть продолжение у этой книги. Допустим, там 3-4 книги. И ты еще эту не дочитал. Ты все те купил. И у тебя так интересно. И положил эти все книги. И все. И что я прочитаю эти все книги. И все закончится. И уже все иссякло. Вот это вот. И ушел ресурс. И ушел. И ушел вот этот кайф от самого прочтения. А ушел почему? Потому что человек уже себе поставил ограничения. Все больше. А дальше ничего нет. А дальше ничего нет. И на самом деле точно так же в масштабах жизни. Мы приходим в эту жизнь. Мы знаем, что мы все умрем. То есть наше будущее, конечная цель нашего будущего. Мы все умрем. Все. Дальше ничего нет. Это о разуме? Но ведь именно так. Ребенок приходит. Аааа. У него нету. Мы все умрем. Он бессмертен приходит. Но он начинает жить в социуме. В среде. И ему показывают маму, папу, дедушку, бабушку. И говорит, они старенькие. Они скоро умрут. У человека идет конечность. 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 Это работает психический механизм. И психический механизм в какой момент срабатывает? Вот я же осознал. Да? Я осознал. И я вот. Ну вот если я доделаю вот эти осознавания, то дальше ничего нет. А кто тебе сказал, что дальше ничего нет? А видите, ограничение. А это повод уже не делать. Это повод сбежать. Не доработать. Мало того, это повод уже расслабиться вообще, да? Просто расслабиться. И уйти в крутой эпике. И тогда, да, в крутой эпике. И тогда что возникает? Вот эта вот фраза как раз таки. Во все тяжкие. Чтобы испробовать в этой жизни все. Вот, кстати, он и написал все, да? Да, бурно не контролировать чувства, которые неосознанные. Тоже страсть, да? То есть, кроме страхов, может цеплять за страх. На самом деле, вот давайте отглядим вот этот момент рождения конечности. Это о чем? Ну то, что это эго, это уже понятно, да? Эго помогает ум. Он тоже туда подкидывает информации. А вот я такой умный, я еще, 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 еще тебе наподкидываю. И человек сразу бабах и конечность. Все по образу и подобию точно так же, как бабах. Мы все умрем. А на самом деле, что под этим механизмом? Что прикрывает человек этим механизмом? Банально лень, господа. Если я уже знаю, что я дойду до этого конца, и мы все умрем, то зачем жить? Это я такой умный, кстати. Это я такой умный. Я уже знаю, что чем все закончится. Ну то и неинтересно мне это все. И неинтересно. Хобана, подача ресурса перекрыта. Потому что ресурс идет по каналу интереса. Смотрите, я такой умный при этом звучит. Продокс, да? Я такой умный. Все знаю. И таким образом мы сами себе, благодаря нашим структурам, двум таким значимым, эго и ум, создаем ловушку. Ловушку, в которую мы попадаем для того, чтобы иметь возможность. Ловушка, она сама по себе ограничитель. Вот мы попадаем в рамки этого ограничителя со стороны ума и со стороны эго. Их две. Точно так же заметим, как рот и карма. Есть над чем подумать. А мы попадаем в ловушки вот этих вот ограничителей. Но эти ограничители созданы нами. И мы играем. И оправдываем свое бездействие. Да. И выносим ответственность. А когда мы оправдываем свое бездействие, что в нас начинает подниматься? Вот вы пробовали полениться, ничего не делать, там три дня. Вот попробуйте. Вот вы лежите первый день. Второй день. Вы каким становитесь? Вы счастливым становитесь или злым? Когда вы ни хрена не делаете, вас все раздражает. Вы начинаете злиться на окружающих. Вы недовольны. Вам невкусно. Вам не то. Вам не это. А на самом деле ваше недовольство, если не окружающим миром, то собой. Потому что все равно оно в какой-то момент развернется к себе. Это все находится под ленью. И для того, чтобы... Ну, вам же не хочется быть злым, бякой, там еще каким-то. Вам надо выблеснуть. Я же хороший. Это он плохой. И пошла ложь. Пошла ложь, пошла игра. Все, она пошла игра, та, которая идет в деградацию. А это игра вниз, в деградацию. А надо было всего лишь прожить, прочувствовать, осознать. И игра развернется дальше. Ваше сознание бесконечно. И интерес, он бесконечен. И интерес бесконечен. Как только обрезается... Как и любовь. Да, и любовь, это все. Как только обрезается интерес, все, вы в ловушке. Эго, ум, они начинают хорошо так высасывать все. А теперь смотри, что мы сейчас сделали. Люди находятся сейчас в объективном восприятии. Те, кто будет смотреть этот подкаст, они так посмотрят. И ум еще больше включится. И скажут, вот я с тобой спорю на эту тему. А я с тобой спорю на эту тему. Нет, вы здесь вот правы. А это не научно. А это секта. А это еще что-то. Ну, какую-нибудь херню еще себе придумайте. И это все от ума. От ума. Все горе от ума. И в то же самое время без него как-то туповатенько. Некомфортненько. Игры нету нормальной такой, веселой. И получается, что мы сейчас как бы делаем медвежью услугу человека. С одной стороны, объясняя. И человек может дальше играть вот с этим ключом какахи, да. А ведь ключ в том, чтобы осознать. А осознать это надо развернуться к себе. И пойти в себя. И найти эти все ответы в себе. Не ждать подсказку снаружи, которая сейчас вам прилетает. А найти это все в себе. То есть изменить направление. И тогда вы становитесь авторитетом сами себе. Вы знаете, что это правда, а не ложь. Вы знаете, что вам надо делать. У вас внутри возникает желание что-то делать, проявляться. У вас возникает ресурс. Появляется интерес. Появляется интерес. И тут же окружающий мир отражает вам любовь, принятие, гармонию. Все вам начинают помогать. И мир меняется. И у вас нету озлобленности, разрушающей жизнь. Потому что когда человек очень много ленится и лжет, у него начинаются болезни. И болезни бывают разного масштаба. Бывает маленького масштаба, например, локальная в теле человека. Бывает большого масштаба конфликты, вооруженные конфликты. Это все болезни. Это все болезни. И они все вас в подоснове, в первопричине имеют лень, оправдание, ложь. И за этим идет злость. Злость. Это три ступеньки, которые, как котча наша, одна за одной. Только дрынт сработали. Дрынт сработали. И потом будет наворачиваться агрессия на агрессию. Если уже дом горит, то рядом начинают гореть. Соседнее. Пламя перебрасывается. И оно цепляется тут же за строительный материал, который есть уже в подоснове. Там дерево горит. Там то-то горит. И у человека внутри точно так же все горит. И горят соседние клетки, соседние органы. И потом кровь разносит. Разносит метастазы. Сразу уже реагируют. Да. И вы можете даже исторически пронаблюдать многие вещи, которые происходят в вашей жизни, например. Циклически. Я делал то-то, то-то. В итоге получилось это. Потом у меня было такое-то состояние. На выходе я получил такой результат. Не осознал. И потом у меня циклически это же повторилось. Вышла замуж один, развелась, был козел. Вышла замуж второй раз. Ой, там двойной козел. Вот сейчас собираюсь выйти замуж третий раз. Родная. Не надо, там тройной козел. Потому что первые два козла неосознаны. Они осознаны не они, как козлы. Они осознаны. То, что выходит замуж козлиха. Да. Потому что козлиха или коза не может выйти замуж за верблюда или за льва. Она может выйти замуж только за козла. Если хочешь выйти замуж за представителя другой диаспоры, то стань ею. То стань ею. И сперва изменения в тебе должны наступить, а не снаружи. Но мы все время ждем что-то снаружи, обвиняем снаружи и выносим ответственность на объективный мир. Поэтому объяснять вот все вещи, связанные с развитием сознания человека, их сложно. Потому что человек воспринимает все линейно. Правильно, неправильно. Хорошо, плохо. Такое чувство, что люди квадратные и пытаются катиться с горы на своем дун-дун-дун-дун квадраты. И мало того, это и хорошо, и плохо. Еще это не сам человек решает. Это есть, как прописано где-то в программах. Догматично. Да, догма. Это плохо, это хорошо. Все. И он вот строго в этих рамках. Задуматься, а что будет, если я выйду за рамки? А что произойдет, если я посмотрю шире на мир? А что произойдет, если я на злость не отвечу злостью, а отвечу благодарностью? А что произойдет, если я на какие-то обвинения, нападки поблагодарю и смогу разговаривать нормально? Ведь мы же люди, нам дан речевой аппарат для решения вопросов, конфликтных ситуаций и так далее. Но когда мы договариваемся, мы сворачиваем игру. Когда мы не договариваемся, мы разворачиваем. Но любой договор заканчивается рукопожатием и благодарностью, а не договор заканчивается дракой. Либо обидой, виной, манипуляцией пошла та жизнь, в которой живут большинство семей. И воспитывают в этом своих детей. И таким образом пришел вот этот неограниченный свет, который не видит смерти. Не видит. Он без смерти. Он приходит бессмертно. Он бесконечен. И он бабах и становится конечным. Он в ловушечку. Через ловушки. А эго, ум, высшая я формирует свой ребенок к трем годам. И делают это, формируют родители. Видите, как интересно получается, да? Вообще интересная психика получается. Так вот, у нас сегодня на погружении будет очень увлекательное путешествие. Оно называется «Возрождение мудрости». На самом деле, я думаю, потом вот это погружение люди смогут съесть и на бумажке сопоставить с русской народной сказкой. Мы прямых аллегорий, аналогии давать не будем. Но у вас будет возможность увидеть, каким образом писались русские народные сказки и почему там были те или иные персонажи. Потому что, когда мы говорим о мудрости, мы все равно будем говорить о бесконечности, о вечности. А когда мы говорим о вечности, то понимаете, психика устроена по образу и подобию физического тела. И сегодня вы даже, ну, я не знаю, сегодня просто люди кайф словят от того, что даже когда мы говорим экскремент, в психике тоже есть экскремент. И экскрементом вашей психики является ваше тело. Сразу забегу наперед. Вот эти вот, именно конечность, когда в нем прописана конечность. Вот эти все вещи иногда бывают просто, мы иногда ржем, но есть логика, она прямая. В парадоксальном восприятии ты видишь, ты видишь переотражение, ты понимаешь, что это об этом, это об этом, это об этом. Это когда-то невозможно. Да, это как чистая вода. Ты видишь вот через эту воду, это об этом, это об этом. Вода не мутная, ты просто… Ты видишь все камешки на дне. И можешь говорить, что вот эти камешки оттуда, эти оттуда, а эти вот так связаны. И поэтому, если вам вот это путешествие в себя вообще интересно, тогда мы приглашаем присоединиться. И это уберет вот эти вот вопросы про конечность. Потому что везде бесконечность. Даже когда мы, можете посмотреть на ДНК наше, на форму, на структуру, какую она имеет. Оно изначально предполагает бесконечность. Изначально ДНК на клеточном уровне предполагает бесконечность. Но каким-то образом оно становится по парадоксу конечным. Вот эти вещи нам, вот эти вопросы вообще нам очень интересны. В последнее время мы очень глубоко в них сидим. На сегодняшний день книга «Парадоксальное восприятие» уже подходит к концу. Нам еще надо один большой раздел включить в нее. Мы понимаем, что по страницам уже идет перебор этой книги. Что нам бы уже надо было перейти в этот раздел. Но мы пока никак не можем до него дойти. Потому что, понимаем, информация раскрывается подробнее, 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 подробнее. И это все именно вот с парадоксального восприятия. Именно того восприятия, в котором мы сегодня будем давать материал. И вы, в котором будете сегодня работать. Во всяком случае, у кого не получится в него войти, у того будут щелчки такие. Раз, так, 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 так. Тренируем двойное восприятие. В открытом доступе на нашем канале есть практика. В какой-то момент все станет единым. Но этот момент очень трудно уловимый. А те, кто проходил на этой неделе курс ресурс из тени. Там мы вообще давали сами якоря, каким образом в этом состоянии удерживаться. И по парадоксу именно это состояние удерживает момент здесь и сейчас. Представляете, именно это сознание является, это состояние является той ступенькой, по которой ты можешь либо подняться на другой уровень сознания, на другой уровень развития, либо опуститься. И вот если ты все-таки не работаешь над осознанностью, ты опускаешься из жизни в жизнь, ты потихоньку, потихоньку опускаешься. И, в принципе, тогда можно видеть в обществе, что развитие общества двигают единицы гений. Новыми идеями, новыми изобретениями, новыми-новыми. Толпа идет за этими единицами. То есть 20% по правилу Парета определяют результат, который потом будут делать вот эти 80% толпы. Но точно так же мы можем видеть, как и… Мельчает. Мельчает, точно так же, как и постепенно… 80% деградируют, деградируют, деградируют и исчезают. И исчезают, их уносят ковидом, чужой игрой, войной, чужой игрой, еще какими-то моментами, стихийными бедствиями, чужой игрой. А это все, господа, это все об одном. Это все о том, что была не ваша игра. Не было интереса, не было жизни, не было любви к тому, что вы делаете. Это была ложь, страх, злость. Да, не было проявления. Ушел далеко от себя, заблудился и не вернулся. Сегодня все участники, которые будут на этом погружении, они все будут разворачиваться к себе абсолютно осознанно. И сможете удержаться. И именно прочувствуют. Да, тут задача прочувствовать. Не сможете удержаться, значит, с 10-й тренировки сможете, с 100-й тренировки сможете. Дорогу осилит идущий. А есть те, кто развернется и будет абсолютно четко осознавать, о чем мы говорим. Более того, ребята, которые прошли курс «Ресурсы с тени», для них вот это погружение, оно будет еще дополнительным помощником по выключению страха. Страха. Вот именно страх. Потому что когда за вчерашний день я написала два человека, и оба человека начали тренироваться, и тут же «Ой, у меня включился страх, Наташа, спаси, помоги». Нет, дорогие, не рассчитывайте. Мы никого не спасаем и не помогаем. Вы попали в ловушку собственного эго. Давайте с ним разберемся. И вы осознанно уберете свой страх. И очки за эту победу вы припишете себе. А ни Наташи, ни Ирине, ни еще кому-то. Мы для вас дорожные знаки туда или туда, или туда. Но вы едете сами. Ну, сами, да. Варианты мы все показываем. Все варианты показываем. Более того, знаешь, о чем говорят? Что нам вообще нельзя задавать вопросов, потому что страшно услышать ответы, что мы слишком жестко рубим. Страшно услышать ответы. Да, люди начали бояться. Больно. А смотрите, а что будет, если вы не будете слышать ответы? Если вы останетесь в том месте, где вы есть? Если вы боитесь задавать вопросы? Вы останетесь на той же ступени развития. В обществе нашем принято лгать. Принято лгать. Вот врач, он видит пациента, он видит первопричину болезни. Очень многие врачи грамотнейшие. Особенно я говорю про белорусских врачей. Но, наверное, в мире точно так же. Они очень образованные люди. И они смотрят на человека и понимают, все, тебя могила исправит. Да, говорят, Горбатова могила исправит. И они понимают, зачем это заболевание вошло в жизнь человека. Вот поговорите с любым онкологом, вот просто душа по душам. И он вам расскажет первопричины психической онкологии. Во всяком случае, вот мое общение, я видела абсолютно адекватных людей, но они никогда не говорят этого своим пациентам. Никогда предпочитают уйти в сторону. Разберись сам. Тебе непросто так дано болезнь. Почему? Потому что человек не хочет слышать правду. Потому что ему больно. Да, больно. Ну, хорошо, не хочешь сейчас, чтобы было больно. Потом появится болезнь. Проявится. Проявляется болезнь. И тогда уже другая игра пошла. И получается, что либо все-таки где-то надо быть искренним и говорить правду самому себе, либо хотя бы даже не говорить, а слышать эту правду самому себе. Пусть даже вот просто, как я всегда говорю, что лучше не отвергайте то, что услышали сразу. Лучше прислушайтесь. А вот зачувствуйте. Вот мы записали подкаст про депрессию. Там очень много благодарностей под этим подкастом. Я могу даже комментарии вот сейчас открыть под ним. Пока буду говорить, ты сможешь посмотреть на это все. Так вот смотри. Сейчас комментарий. Так вот смотри. Оказалось, что большинство людей, и та мама, кстати, и та девушка, кстати, на которых мы опирались, когда мы рассказывали, они нам прислали благодарности. И мама, казалось бы, ей же должно было быть так больно-больно. Она поблагодарила, мы с ней переписывались, и она на самом деле молодец. Она вышла из депрессии, она поднялась. Ей очень тяжело это давалось, но она включила мозг. Но для того, чтобы человек включил мозг, его надо очень больно ударить. Только боль двигает человеком. Если вы придете и погладите человека по голове, и скажете, дорогой, окситоцин виноват, еще там виноват, мы сходим к психотерапевту, это потому, что вы не хотите общаться с этим депрессивным. Вы его спихиваете, он вам не нужен. Вы больше его усыпляете. Соответственно, и себя. Точно так же. И никакой окситоцин. Окситоцин, он же потом, после того, как психика дала команду на то, чтобы он снизился, и вы пытаетесь психику потом выпихнуть человека к психиатру, к психотерапевту, избавиться от него, чтобы уйти от его депрессии, от его этого пожирания твоего собственного ресурса. Вы от него просто избавляетесь. Тупо вместо помощи. Это о доброте душевной, господа. Вот в писателе там есть два комментария. Это о вашей доброте душевной. Вы выпихиваете человека, а следующий шанс, после этого шаг, его усадят на таблетки, и вы его гладите. Говорите, да-да, выноси ответственность, сдыхай, сдыхай, дорогой, только меня не трогай. Я такой добрый, я такой хороший. Слышите, а зачем вы лжете человеку? Вам человека, за что вы его так ненавидите? За что вы его так не любите? За что вы его так списываете из своей жизни? Это человек, это ваше зеркало. Зачастую это близкий человек. А поднять человека может боль, а для этого надо развернуться и сказать правду. Правду. И когда человека назвал, грубо назвал, больно назвал, а человек услышал, до него дошло. И он находит вот этот ресурс подняться. Он нашел ресурс через благодарность. Мы же механизмы сразу даем. Благодари. Не можешь? Благодари. Над Моресьевым никто не говорил, не стоял, не говорил. Ползи. Ты доползешь, ты сможешь. А если не сможешь, мы сейчас прибежим и тебя донесем. Нет, дорогие. Он хотел жить, он полз, он выполз. Он поднялся на ноги. Сам. Ключ сам. Главное, чтобы он знал, куда ползти. Где находится выход из леса. Так вот этот выход из леса мы всегда человеку показываем. И он ползет и работает дальше. А вот все вот эти комментарии о своей собственной ядовитости, проявлении садистских черт не желали бы рассмотреть? Рина пишет. И там еще один был такой же ролики. Такой же. Еще один был. Не вижу комментарий. А может, где-то, может, ей это и отвечали. А вон три лайка даже ей поставили. Смотрите, очень интересная штука. Вот мы показали, какая лживость вашей хорошести. Я такая хорошая. Это вы ядовитые. Это вы садистскими чертами. А я хорошая. Я его бы спихнула. Да? Да кто из нас садист? И кто ядовитый? И почему вы тогда в зеркале видите ядовитость вместо того, чтобы услышать суть? Вы вместо того, чтобы услышать суть, вы анализируете, вы включаете ум свой. И создаете себе ловушку. И создаете ловушку. И вы четко в этой ловушке начинаете пыхтеть. Да? Потому что нет желания проработать свою ядовитость. Не хочу слышать. Нет желания проработать свои садистские черты. Вот еще там был же этот вот кто-то. Еще один человек был. Я не помню. Там тоже про... Пускай будет про злость. Если вы видите вместо сути другую суть, то значит вы смотрите, когда вы смотрите в зеркало и видите вместо того, чтобы увидеть то, что там, вы должны видеть. Вы видите свое. Когда? Когда свое зеркало грязное. Вместо того, чтобы увидеть чистое отражение, чистую суть. Потому что по сути своей мы все боги. Мы все свет, мы все отражаемся друг в друге. А показателем будет именно ваше внутреннее состояние, когда вот вы эти слова пишете. Именно это будет являться показателем. Если в вас при вот этих словах о свою собственную ядовитость и проявлении садистских черт, при этих словах в вас внутри идет, начинает вскипать, зажигаться что-то вот. Да, да, да. Вот это и есть показатель того, что вы себя увидели в зеркале. Именно показатель. Если в вас при этом, ну это тоже человек не, если в вас при этом не задевает, а внутри остается свет и любовь, да, и вы эту фразу просто вот произносите из состояния света и любви, то это совсем другая уже история. Совсем другая. Вот на самом деле, то, что мы сейчас проговариваем, я сейчас скажу очень жесткую штуку для тех, кто еще думает заниматься ему инфодайингом или не заниматься. Ребята, ваша жизнь изменится. Если вы приходите и начинаете заниматься инфодайингом, она изменится, она изменится коренным образом. Знаете, почему? Потому что так или иначе вы хотите, не хотите, но если вы уже пошли практики, пошло углубление, вы начинаете что-то осознавать, вы начинаете меняться, ваше зеркало становится чище. И чем больше вы осознаете, чем ближе вы приближаетесь к вот этой своей вынесенной части, божественной части, да, вы, тем больше света вы производите, и тем больше людей в вас будут отражаться как в чистом зеркале, как в чистой воде. Пришли к ручью, наклонились и в чистой воде человек видит свое отражение. И очень часто можно будет услышать, особенно когда вы привыкли говорить правду, да, вы расслаблены, вы привыкли говорить правду, и вы человеку абсолютно четко в спокойном состоянии просто указываете, если он просит. Если не просит, молчите. И даже ваше молчание будет расцениваться как агрессивное или как надменное, или как горделивое, или как унижающее, или еще что-то. В принципе, мы такие вещи уже с Ириной знаем, и мы очень редко общаемся с людьми вот на улице, потому что даже молчание, даже молчание зачастую расценивается как акты того отражения, которое человек сам себе сделал. Если человек унижал других людей, то он будет видеть, что вы его унижали. Если человек орал на других людей, он будет говорить, что вы орали. Если человек, то есть вы будете, и, кстати, даже он будет высказывать вам самое сокровенное, если в нем внутри есть какая-то подлость, которую он хочет сделать другому человеку, он вам обязательно скажет, вы такие, что я мечтаю сделать вам вот это, вот это, вот это, и проговорить те гадости, те подлости, которые он никогда не скажет никому. Для него это тайна за семью печатями, но вам он почему-то просто как незнакомый человек возьмет и вывалит. И мы, когда оказываемся где-то в городе, мы стараемся ходить там, где нет людей, потому что просто, чтобы тебе человек подошел и вывалил, или ты начал общаться, и вдруг ни с того ни сего, видишь вот это все в зеркале и понимаешь, что зачем? мы понимаем, что люди живут по-разному, принимаем абсолютно разные реальности. Каждая реальность, каждый человек это как мыльный пузырь, да, у него свой мир. У одного мира там под завязку уже засран, а у другого он еще наполовину свет пропускает, а у третьего он очень даже ничего с ним можно пообщаться. Мы сейчас четко фильтруем, с кем мы общаемся, потому что ты все равно отразишь весь мир, потому что есть коллективное, и в этом коллективное есть все многообразие природы и фауны. Вопрос, будешь ты нюхать цветы или навозную кучу, ты можешь вынести ответственность на навозную кучу, а можешь вынести ответственность на себя, внести точнее. И тогда ты будешь решать, какую жизнь ты проживаешь. Так вот, приходя в инфодайм, вот этот момент, что у вас не будет ни одного момента выноса ответственности из себя, вы полностью будете принимать решения, с какими людьми вы общаетесь, на какие комментарии вы отвечаете, кого вы удаляете из своей жизни или там с общения, где как, вы полностью всем распоряжаетесь сами, абсолютно всем. Готовы ли вы к этому? Когда человек говорит, да, да, как пионер, я готов, нет, ребята, вы попробуйте так пожить. Люди по этому в аскезу уходили, а в аскезе нет развития, потому что нет коллективного. Нет отражения. Нет отражения. И тогда деградирует и коллективное, и ушедшее в аскезу. Только взаимодействие дает возможность движения вперед. Только взаимодействие. Но тогда кто-то должен быть у руля. И если это ваша жизнь, и вы ее осознаете, тогда берите бразды правления в свои руки. А если вы эти бразды выносите на коллективные, ну тогда добро пожаловать в ад, господа. В принципе, так и есть, если разложить по структурам психики. Вот так как-то. Поэтому перед тем, как прийти, есть о чем подумать, потому что жизнь меняется. Меняются отношения с близкими, они становятся искренними. И вы понимаете, вот даже представьте, ваш муж или ваша жена ни при каких обстоятельствах нет той информации, которая могла от вас утаить. И еще до того, как он открыл рот, вы знаете, что он скажет или что он сделает. Вот как так жить? Большинство семей сейчас съехали со стула. Особенно там, где есть измены, где есть предательства, где все это. Стало страшно. Стало страшно. Вот. И начинали мы со страхов. С чего начали, туда и вернулись. В помощь вам наши тренинги и курсы. Есть над чем работать, но если вы хотите все-таки, чтобы шло развитие, а не деградация, чтобы эта жизнь была прожита не напрасно, не профукана, чтобы просто быть счастливым, чтобы просто быть добро пожаловать в инфодайне. Это единственный сегодня путь, который есть к себе. Единственный, мы это говорим абсолютно четко, потому что со знанием дела, потому что мы видим все искажения, которые есть в религии, все искажения, которые есть в учениях. За спиной огромное количество тренингов, гуру, поездок, шаманов, сект, чего хочешь. То есть наелись полностью. И возвращение к себе, оно может быть только личным. Оно не может быть сектой. То есть вы понимаете, возвращение к себе это я иду. Это не они идут, это я иду. Поэтому никак секта не будет. Никак это не религия, никак это не догма. Потому что у каждого будет своя догма. Это априори выходит за эти рамки. Но человеку иногда тяжело двигаться. И как он идет? Он идет по указателям. А указателем являются зеркала, те люди, которых он встречает на своем пути, которые показывают тебе туда, тебе туда, тебе туда. И если вам показывают люди из инфодайинга, они показывают это более корректно. Но если он показывает даже любой прохожий на улице и говорит вас то, 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 не то, не то, услышите его. А если вы не слышите, вы дальше уходите от себя. Вы блуждаете. И нет случайного прохожего, который бы случайно оказался на вашем пути. Никого нет. Никого. Вы все, все, абсолютно все создаете сами. Абсолютно все вы создаете сами и не берете за это ответственность. И вот сегодня об этом мы и будем говорить, когда будем говорить о бессмертии, о ресурсах психики, человека. Конкретно мы сегодня идем для того, чтобы разложить подноготную еще глубже в состояниях парадоксального восприятия и дать прожить ключевые точки в погружении. Добро пожаловать, друзья, в инфодайвинг. Кому это интересно? Кто действительно хочет вернуться домой, развернуться к себе и найти себя настоящего, искреннего, отмыть, очистить, привести в порядок и стать хозяином своей жизни, осознанным, создателем стать. И убрать страхи по поводу того, что он уже все осознает и тогда делать будет нечего. Да. Это прям сразу слышу, я сразу вижу ограничения. Все, у человека есть смерть. Все, у него есть смерть. Уже есть возможность сбежать и не делать. Да. И потом чем-то это оправдать. Спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо. Еще что-то хотим сказать? Ну, мы много можем говорить. Мы много можем говорить, да. Спасибо, что были сегодня с нами. С наступающим праздником, милая дама. Да.